Добрый вечер! Московская «Динамо» Представляем вам судей Судей с сегодняшней встречей будет Первый арбитр Иван Чума, город Новосибирск Второй арбитр Евгений Макшанов, город Санкт-Петербург Инспектор Тура Олег Леонидович Уваров, город Чита Ну и судей на линиях Олег Луховец и Вячеслав Грачев Это сургутская коллегия Судей Смотрим Константин Брянский Главный тренер команды «Динамо» Какой состав отрядил На данную встречу Видимо появление Ярослава Подлесных, чемпиона России В составе генерального «Кузбасса» Одного из лидеров Нынешнего «Московского Динамо» Илья Власов В центре Бангкок Связующий игрок капитан команды Великолепный сезон Ководит Паша Но мы не раз и не два будем возвращаться В теме В составе И тренерского в том числе Спасово «Динамо» В отношении к сургуту В доигровке Вместе с подлесных Лихошерстов Второй Центральный И пара либера Алексей Кобешов И Евгений Баранов Главного тренера «Москвичей» мы уже представили Помогают ему Алексей Бабешин Ну и стартовый состав Команды из сургута В диагонали Раджаб Центральный Довгань Черейский Связующий игрок Рукавишников Капитан команды В доигровке Костыленко Никишин Пара либера Чанщиков И заступов И главный тренер команды Служен тренер России Рафаэль Хабибуллин Помогают ему Антон Малышев И Максим Трайнин Все готово К началу Сегодняшней встречи Видим мы Что Не представили мы Диагонального Костей Да Это Романас Шкуляевич Цветан Соколов Который получил Повреждения В еврокубковом Поединке Московские Динамовцы Без каких-либо Проблем Прошли в финал Где встретятся С питерским Зенитом Финал Кубка ИКВ И Романас Шкуляевич Сегодня Основной Диагональный Москвичей Одну победу Осталось Содержать Московским Динамовцам Для того чтобы Застолбить за собой Первое место В турнирной таблице Прямой проход Финал четырех И собственно говоря С очень большой долей вероятности Станут Москвичи Хозяевами Этого финала Финала шести Чемпионата России По волейболу Нижнего сезона Пока неудачно Здесь действует По страховке Чанчиков И Костоленко Этот мяч В игре Оставить не сумел 1-0 Динамовцы впереди Ну и Сегодня Эту победу Одержат Динамовцы Или нет Мы с вами Совсем скоро Узнаем На подаче Лихошерстов Который Таким неприятным Планером Обладает Высоченный Конечно Волейболист Мяч летит Так высоко Без траектории Ну тяжело Конечно Такие Подачи Принимать И Отведенный Мяч Костоленко На двеном блоке Ну забивает Панков Здесь в защите Реакции Немножко не хватило Павлу Панкову Феноменальный сезон На самом деле Проводит Павел Панков Настоящий Такой лидер Один из лидеров Как минимум Да Нынешнего состава Московского Динамо Человек Который Будучи еще Совсем молодым В Сургуте Я напомню Полгода он провел Когда там Проблема была В Газпром-югре Со связующими Игроками Там Сергей Антипкин Палец там повредил И вот Павел Панков В Сургуте Отыграл И вот сейчас Вот на принципиально Иной уровень Вышел Конечно Этот Замечательный Связующий И Один из кандидатов В олимпийскую сборную Вне всякого сомнения Сегодня Павел Панков Раджаб Забивает здесь Хороший прием Хорошая доводка И С быстрого мяча Раджаб Конечно Снялся Очень Часто задавали мне Вопросы По поводу Будущего Раджаба Так вот Успокою Я Поклонников Сургутского волейбола Раджаб Шахбан Берзаев Переподписан Сургутским клубом Продлил он отношения С Газпром Югрой И Длительный Долгосрочный Контракт Подписал Этот диагональный Игрок Поэтому он останется В Сургуте Ярослав Подлесных На подаче При счете 3-2 В пользу Своей команды Игрок Который тоже По большому счету Ну все шансы Конечно Имеет На Олимпийскую Поездку В Токио Такой Без слабых мест Практически Да Вот Этот молодой человек Антон Семышев Антон Семышев Решает В четвертой зоне Тяжелый мяч И вот Та ситуация С Антоном Семышев Который Ну пусть Нельзя сказать В полной мере Что это воспитанник Сургутского волейбола Но тем не менее Именно В Сургутской команде Он вырос Ему Дали дорогу В Суперлигу Именно В Сургутском коллективе И вся эта ситуация С переходом Все эти скандалы Они связаны Только с одним Повторюсь Абсолютно ничего Не может быть против Того Что Игроки меняют клубы Но как это все происходит Вот к этому Огромные вопросы Антон Семышев Готового игрока Практически Сборной России Получает Другой какой-то клуб Ну будьте добры Будьте любезны Заплатите за это деньги За воспитание этого игрока Но Не так как это происходило С Антоном Семышевым И Игорем Кобзером В частности Яркий пример Цивилизованных переходов Это когда Санкт-Петербургский Зенит Из Сургута Забирал Урсова И Андреева Никаких претензий Ни у кого нет Всех все устроило Пришли люди Сказали Ребят Мы заинтересованы Ваших волейболистов Ну Все вопросы Были решены Ну Ладно Оставим это все На Другие обсуждения Пока здесь Ярослава Подлесных Черейский И Никишин Здорово отловили 4-5 Отправляется на подачу Денис Черейский Один из лучших Центральных Этого сезона Ну Своего коллегу Памплуа Здесь он заставил В приеме поучаствовать Но Панков Очень здорово Нашкуляющийся Мяч отправил И Шкуляющийся На разорванном блоке С этой атакой Справился Вне всяких Проблем 6-4 На подаче Павел Панков Сумасшедшая подача У Этого Связующего игрока Капитана Московского клуба И вот Яркое подтверждение Моих слов Это эйс Павла Панкова Который Увеличивает преимущество В первом сете Московского коллектива 7-4 Впереди Динамо Ошибается Павел Панков Тем не менее Брейковый мяч Который Который Он Своей Сумасшедшей Подачи Принес Динамовцам 7-5 И На подаче Евгения Рукавишников Смотрим Как Выход из первой зоны Будут играть Динамовцы Здесь Первым темпом И не пахнет И Понятно была Задумка Павла Панкова Не самая приятная Расстановка Конечно Для многих команд Когда диагональный Находится в четвертой зоне Здесь Максимально рисковал Павел Панков Но в руку Своему Центральному Не попал И вновь Лихошерцев Задействован В приеме Шкуляюся В четвертой зоне С атакой Не справляется Никишин Но Никишина Блокирует Здесь узкий мяч Был Тем не менее Правильно все делал Иван На мой взгляд Максимально рисковал Тем не менее Преимущество На одно очко Динамовца Преимущество Сократилось Здесь Антон Семышев Будет подавать У Динамо Никишин Неплохо справляется С приемом И вот уже Выход из первой зоны У Сургутян И Раджап Не справляется Со своей атакой Из четвертой зоны Здесь Шкуляюся По линии Ошибся Здорово Здесь Довгань И Раджап Оставили Диагональному Гостей Линию И Шкуляюся Не попал Но не так много Игровой практики На самом деле Имеет Романос Шкуляючис Если у Динамо Такая машина Как Цветан Соколов Что он творил Сейчас вот еще Закрывает Один в один Шкуляючиса Костыленко Здорово сыграл Доигровщик Сургутян На блоке Здесь никак Не успевал Построиться Довгань На повторе Видно Что Идовган Здесь Поучаствовал Блокирование Семушев Третий метр Прием Защите Не смог Здесь Иван Никишин Оставить этот мяч В игре Динамовцы Впереди Так вот Цветан Соколов Настоящая такая Машина Динамовская В диагонали Наконец-то Нашел он Свой коллектив После того как Не видели мы конечно Цветана Соколова Таким как он был Там в Трентине И в Любе После переходов В Казань Так немножечко Сник он Но вот в Динамо Мы видим Цветана Соколова В полной его красе Но вот Повреждение У Болгарина Помешало ему Принять участие В сегодняшней встрече И в Сургут Даже он Не прилетел Ошибка Лихошерстова На подаче 9-9 Довгань У Сургутян Здорово Отработали Сургутяне Здесь В защите Блоком Смягчили Подлесных И с Власовым Здорово Поднимался Черейский Власов Еще один Безусловный Кандидат В сборную Россию Который Тоже Значительно Прибавил В этом Сезоне Вообще В принципе У Динамо Коллектив Сумасшедший Конечно Подобрался Был я Счастливчиком Вживую Увидеть Финал Четырех Кубка России Который Проходил В Санкт-Петербурге Так вот Динамовцы Тогда конечно Очень серьезное Такое впечатление Произвели Сумасшедший Матч Вот этой коронавирусной Из лучших Здесь Константин Брянский Имеет на предмет Москвичей Пока на табло 13-9 Ну и да Все-таки Было Касание Блока Неоспоримое Касание Блока Поэтому 12-10 Все-таки Становится Счет Но тем не менее Близки были Все-таки Сургутяне Для того Чтобы Очередное Брейковое Заиметь Что называется И на подачу Романа Шкулявич Не самый стабильный Элемент У этого Игрока В недавнем Прошлом Игрока Сборной России Сейчас По понятным Причинам Очень тяжело Будет ему На что-то В сборной В попадание В сборную Претендовать Скажем так А ну вот После ошибки Дениса Черейского Первым темпом До минимум Сокращается Преимущество Сургутян 13-12 Но тем не менее Интересная борьба В первом сете У нас Завязывается Вот здесь Романос Уже приложился Как нужно Но смягчили Раджаба И подлесных Из четвертой зоны Сравнивает Счет 12-12 Мы видим Что Константин Брянский Пока Во всяком случае Не задействует Другого своего Доигровщика Легионера Сэма Деру Там должен был Тейлор Сандер Насколько понимаю Присоединиться К динамовцам Но он Травма Помешала ему И год Практически год Пропустил Доигровщик Сборной США Сборной США Сборной США С таймаут Берет Рафаэль Толгатович Хабибуллин И все это Произошло После того Как Романо Сашкулявичу После своей Хорошей подачи Брейковой очко В атаке От блока Заработал И 13-12 Впереди Уже Москвичи В первом сете Сегодняшней встречи Заключительный тур Я напомню В этом 25-м туре Чемпионата России Кузбасс Переиграл Без каких-либо проблем У себя дома Динамо Ленобла С 3-0 В Красноярске Енисей Уступил Факелу 1-3 Югра Самотлор Нижневартовска Дом обыграл Нефтяник 3-1 Уфимский Урал Игоря Шулепова Уступил Локомотиву Пламена Константинова С счетом 0-3 У себя дома СК Зенит Казань Предсказуемый 0-3 Ну и Питерский Зенит Тоже особых проблем В матче С Белогорем Не испытал 3-1 Победили Питерцы И вот сегодня Заключительный матч 25-го тура Сравнивается счет После удачной атаки Кирилла Костыленко Здорово здесь выходил Черезкий В эту атаку И Костыленко В комфортных условиях Остался 4-й зоне На ваших Экранах Раджаб И главный тренер Рафаэль Хабибуллин Семушев сегодня Трудится в приеме Более чем Кто бы то ни было В составе Обеих команд Но пока Держит Держит прием Молодой Хотя почему Молодой Вот мы все Сравниваем Молодой Это уже Достаточно зрелый Мастер Игру Который В сборной России Поиграл И Сегодня Вполне себе Состоявшимся Взрослым Волейболистом Считается Антон Семушев Посмотришь Антон Семушев 97-го года И посмотрите На поляка Допустим Того же Колика Тоже 97-го года Самая натуральная машина Которая играет В составе Варшавы 15-13 Впереди Динамовцы На подачу Подлесных Великолепный прием Кирилла Костыленко Но здесь Ошибается Панков Перемудрил Капитан Динамовцев По мячу на стороне Газпром Югры 15-14 И уже Брейковые Шансы Вынуждены Искать Саргутяне Для того чтобы В этой встрече В этой партии Прошу прощения За что-то Зацепиться А потихонечку Она Концовки своей Близится 15-14 На том Семушев В четвертой зоне С хорошей высоты Снимается 16-е очко Своей команде Принося И на подачи Илья Власов У которого Благодаря Денису Черейскому Не так Чтобы очень Высокий Процент Будет По итогам Первой партии Это как минимум Я имею ввиду В атаке Здорово Никишин В четвертой зоне Снимается Паша Панков На краю Здесь совладать Нападающим Сургутян Не сумел Хотя Повторюсь Павел Панков Это связующий Ну по линии Да Переиграл Здесь Многовато линии Оставил Панков Нападающему Газпром Югры Но повторюсь Панков Это вот Как раз Тема Из новой Плеяды Скажем так Связующих Да Это С блоком С подачей Ну без слабых мест Человек Что уж тут говорить И вот На подачу Отправляется Павел Панков В дебюте Первого сета На его подаче Динамовцы Вырвались Так Вперед И смотрим За подачей Капитана Москвичей При счете 17-15 Еще одна хорошая Подача Павла Панкова И прием И прием Хороший Ивана Никишина Но его же Один в один Шкулявичу С Никишиным Отработал И очередное Брейково очко Блоком Динамовцы записывают Свой актив 18-15 Панков 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 остается На подаче Это безусловно Из Павла Панкова В зону конфликта Между Чанчиковым И Костеленко Попал Очень здорово Павел Панков И очередной Таймаут 30-секундный Берет Рафаэль Хабибуллин 19-15 И вот Динамовцы Вновь Благодаря Своей агрессивной Подаче Вырываются Вперед Ну достаточно Далеко Что уж тут Говорить 19-15 Это многовато Для сургутян Ну и подача Панкова После таймаута Тренинского таймаута Хабибуллина Ошибается Панков В таких ситуациях Принято говорить Что таймаут Подействовал Но на самом деле Когда человек Подает Силовую Такую агрессивную Подачу Естественно Есть Определенные шансы Ошибиться Евгений Рукавишников В Газпром Югра 16-19 Большое преимущество Динамовцев Вновь Семышев Здесь Принимает И Выход из первой зоны Именно через него Решили сыграть Москвичи Вновь смещают Семышева И здесь уже Более комфортные Условия Для Были для Рукавишникова Но тем не менее Никишин В двойной блок Высоченный Двойной блок Москвичей Уткнулся И По позиции Замена Фиолковский Появляется Вместо Никишина Который в атаке В четвертой зоне Так вот Немножечко Буксанул Что называется Но тем не менее Форма Которую обрел Иван Никишин В последних Встречах Говорит Само за себя В атаке Это один из лучших Игроков Газпром-югры Вне всякого сомнения Но пока Кирилл Фиолковский Заменил Ивана При счете 20-16 В пользу Динамовцев И на подаче Семышев Который По расстановке Ближним Стоит К Панкову Ну у которого Конечно Есть определенные Это был аут Вне всякого сомнения Мяч на полтора километра Улетел За пределы Площадки Но у Антона Семышева Безусловно Есть определенные Реваншистские настроения Считает он Наверное Его родители Наверное Его агент Евгений Нирко Что несправедливо С ним В определенной степени В Саргуте Обошлись Ну Время покажет Время занятная штука Пока на подаче Кирилл Фиолковский Тоже далеко в аут Засылает мяч И 17-21 Счет В пользу москвичей На подаче Вадим Лихошарцев Вот это Фамилию этого молодого человека Мы не вспоминали От слова Вообще Несколько раз Он поучаствовал Так в приеме Но Первым темпом Динамовцы Если и пытается Задействовать Сегодня первый темп Павел Панков То На чеку Прежде всего Конечно Денис Черейский Здесь ваут Отскакивает мяч Ну На сетку Так Навел Своего доигровщика Евгений Рукавишников И Роман Шкулявишников Вновь был близок К тому Чтобы в краю Своего нападающего Зачехлить 18-21 Артем Довгань На подаче Ну и Тяжелая ситуация Для Газпром-югры В концовке Первого сета В третий метр Прием Здесь и не пахло Конечно Никаким Первым темпом Ну и Ярослав Подлесных От блока Далеко ваут Отыгрывается 22-18 Впереди Москвичи Романос Шкулявичус Диагональный Волейбольного клуба Динамо Отправляется На подачу Вот наконец-то Первый темп У Сургутян В атаке Работал Денис Черейский Точен 19-22 Но Вот Подача Раджаба Наверное Как последний Такой Аргумент В этой партии За что-то Зацепиться Для Газпром Югры Ну Динамовцы Очень так Солидно И мощно Выглядят Даже без Своего Основного Забойщика Цвета Носоколова Здесь по-моему Так не свой Мяч снимал Илья Власов Ну такое Впечатление Складывалось Под кожу Раджаб Снимает Мяч 20-22 Ну Так вот Обсудили Панков Подлесных И Власов Между собой Неудачные действия В атаке В этом эпизоде Москвичей 20-22 На подаче Раджаб На ошибка Раджаба Ну при таком счете Совершенно Правильное действие Диагонального Сургутян По максимуму Рисковал 23-20 Впереди Динамовцы После ошибки Раджаба Ярослав Подлесных Будет подавать Ошибка Диагровщика Динамовцев Хотя так С укором Определенным Да Посмотрел На трос Ярослав Подлесных 21-23 Кирилл Костыленко Белый Леал На подачу Сургутян Хороший блок Шкуляю Суну этому Предшествовал Не самый удачный Прием Антона Семышева Антон Семышев Вообще Трудится В приеме Сегодня Будь здоров И По тактике Так Немножко Нагломить Может быть Да Доигровщик Динамовцев Видимо Совершенно Точно Что хочет Тренерский Штаб Сургутян Еще одна Подача Семышева И вновь Он будет Атаковать В четвертой Зоне Его смягчают Ну и здесь Прочитали Евгения Рукавишникова И вдвоем Поднимали С Денисом Черейским 24-22 Хотя Вполне себе Реальный шанс Был для Сургутян С тем Чтобы сравнять Счет В этом Поединке В этой Первой Партии Пока 24-22 Илья Власов На подаче Ошибка Ильи Власова Так неудачно По-моему Неудачно Он так себе Мяч подбросил Илья Власов Не раз Отмечал Что работает Он над своей Подачей С феноменальными Конечно данными Этот игрок И повторюсь Сумасшедший сезон Проводит в Динамо Наряду с Павлом Панковым Вот это вот Банда 95-го года Которая Никому Никогда Не проигрывала Антон Семушев В четвертой Зоне Ставит точку В первой партии Сегодняшней встречи 25-23 С таким счетом Завершился Первый сет В пользу Московского Динамо Мы с вами Немножко Отличемся Посмотрим Самые интересные Фрагменты Первой партии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 От этого в Сургуте Ну, я думаю, что Газпром Югра Определенные выводы После первой партии Все-таки волейболисты Сургута Сделали И все самое интересное В этой встрече Вне всякого сомнения Впереди Вообще Динамо Только одной команде В чемпионате Там, может быть, Какие-то поражения были В предварительном этапе Кубка России Сейчас мы к этому Хотя навряд ли, да? Потому что Динамовцы играли дома Возможно, и там Они всех снесли Но вот Поражение от Тарантина Мы вспоминали Но Только одна команда В нынешнем регулярном Чемпионате России Динамовцев обыгрывала Дважды Кстати говоря Это ново-ренгойский факел Это ошибка Ну и сразу В первом розыгрыше Решил поддержать Своего игрока Константин Брянский И Сразу обращается К системе Видеопросмотра На предмет Попадания мяча Площадку После подачи Антона Семышева Ну так Достаточно серьезное Такое впечатление Производит Динамо Повторюсь Сносят буквально Одного соперника За другим Москвичи В нынешнем сезоне Давно мы, конечно Таких Динамовцев Не видели Ну и неплохой коллектив На самом деле Подобрали Москвичи Что уж тут говорить Здорово Костоленко Снимается В четвертой зоне Техничным Таким Ударом Может быть Не самая удобная Передача Была Видимо Что чуть побыстрее Выходил в эту атаку Кирилл Костыленко Но тем не менее Совладал С этим мячом 2-0 Впереди Газпром Югра На ваших экранах Артем Довгань Ну и удачная атака Первым темпом В исполнении Вадима Лихошерстова Который сразу же После своей Удачной атаки Отправляется На подачу Ну хороший парень Вадим Лихошерстов Такой вот Украинская тема Очень долго Он играл У Владимира Путина Только не Владимира Владимировича Владимира Степановича Если не ошибаюсь В Перми И Интересная карьера У этого молодого человека Очень В Казани Он там поиграл И Ну хорошие Центральные Что уж тут говорить Вадим Лихошерстов 3-1 На подаче Раджаб В третий метр Прием Ну здесь Читалась Это Передача На Илью Власову Очень здорово Все Прям посмотрел В глаза Буквально Павел Панков Здесь Илье Власову И Со второго метра Очень здорово Мяч этот Илье Навесил Тот по высоте По высоте Съема С Ильей Власовым Уж не знаю Немного На самом деле Игроков Может поспорить Это уж Совершенно точно Пока смягчает Раджаба И В контратаке Успешные Динамовцы Сравнивается Счет 3-3 Атон Темышев Изменяется Но непонятно За что За то Что мячом попал Но не из пистолета В него Он стрелял И вот здесь Самоотверженные действия На этот раз По линии Очень здорово Здесь сыграл Аут Из аута Вытаскивает Мяч Чанчиков И Совершенно Обиднейшим образом Проигрывает Газпром Югра Это очко Не проинтуищал Параметры площадки Либера Стругутской команды И Вырывается вперед Динамо Во второй партии Шкуляючес На подаче Неплохо Сегодня смотрится Романос Да Может быть Не самый высокий Процент в атаке Смотрим мы его За цифрами 5 из 11 Забил 45 процентов Ну Такие Не самые приятные Может быть Цифры Для диагонального Тем не менее На блоке Вполне себе Отработал Романос Там Один в один Мы видим Видели Закрывал он Атаку Ивана Никишина И в принципе Такое Вполне себе Позитивное Впечатление Производит сегодня Романос Шкуляючес Потери бойца Динамо Не заметила Грубо говоря Пока Подача Вау Тут Кирилла Костеленко 5-4 Впереди Москвичи Ну и Подлесных Дениса Чирейского Закрывают Ну и Здесь Совершенно Грамотное Решение Рафаэля Хабибулина Замена По позиции Вместо Чирейского Появляется На площадке Якутина Ну здорово Играет сегодня Семышев Хорош Сегодня Антон Ну что уж Тут говорить Определенные У него Реваншистские Конечно Настроения Вне Всякого Сомнения Есть Кто бы Там что Не говорил По поводу Того Что Все это Ерунда Да не Ерунда Семышев Сегодня Хороший Я думаю Что Константин Брянский Выбирая Стартовый Состав На Сегодняшнюю Встречу В том числе И этот Момент Во Внимание Принимал И Сем Деру Бельгийц Который Определенное Время Лечился Что Собственно Горя И позволило Семышев В состав Динамовцев Встать Сейчас Пока В квадрате Для запасных Смотрят Эту Встречу Со стороны Но Повторюсь Динамовцев Очень Комфортная Ситуация В турнировой Таблице В принципе Даже Поражение В сегодняшнем Матче Их Турнирным Позициям Никоим Образом Не угрожает Совершенно Пока Сургутяне Отыгрываются От блока 7-5 Не менее Вновь Такой Вотрывчик Что называется Ушли Динамовцы Якутина На подаче У сургутян И Один в один Здесь уже Фиолковский Отработал Сошкуляючесом И Вот такие Хорошие эмоции Для Кирилла И для Всей команды Сургута 6-7 На подаче Якутина Ну здесь Куляючес Не успевал Здесь Пристроиться Никак Долгань Неплохой Прием Получился У Подлесных И Долгань Здесь вторым Вовремя Не пришел До последнего Он оставался В центре С лихошерстовым 6-8 И Илья Власов На подачу Москвичей Ну и на чужую сторону Принимает Кирилл Костеленко Ну здорово Здесь Фиолковский Разобрался Сошкуляючесом Но Преимущество Было Конечно У Кирилла Здесь он В краю Отрабатывал Здорово Шкуляючес Как раз Только бежал К этому мячу Поэтому Фиолковского Конечно И время Было для того Чтобы Этот мяч Сыграть Так как он Это сделал Очень техничная Игра Кирилла Фиолковского Который Кстати говоря Остался На площадке Заменив В середине Первой партии Ивана Никишина Которого Так пару раз Поймали Блокирующие Динамовцев В четвертой зоне 9-7 На подачу Панков И вот это Важнейший Наверное Эпизод Второго сета Продолжает По полной мере Гасить здесь Панков Кирилл Костыленко Великолепная игра Кирилла Костыленко Который Отыгрался От блока Что позволило Организовать Контратаку Сургутянам И Раджаб Тяжелейший мяч Снимает Раджаб В четвертой зоне 8-9 Фиолковский И уже не самая приятная Расстановка Для динамовцев Видели мы Что и Антон Семушев Во второй зоне И Шкулявич В четвертой Буксовали Но здесь Отодвинуть От сетки Нужно Атаку Ну первый темп Безусловно Здесь будет Когда хорошая Доводка При такой Расстановке Сразу конечно Стараются Связующий Саикова Первый темп Но сравнивается Счет Чанщика В защите Очень хорошо Лихошерстного Атаку Поднял Хотя и Динамовцы Не так Хороши Были Не получилось Взаимодействие Что уж тут Говорить Великолепная Подача Фиолковского Контратаку Сургутян И сам же Фиолковский Из шестой Зоны Мураджаб Мураджаб Эффективную точку Ставит в этом розыгрыше Здесь уже Все было На стороне Евгения Рукавишникова Которые Не безосновательно Доволен Своими действиями Так вот Эмоции Болельщикам Сургутского Клуба Выразил И 10-9 Впереди Газпром Юграм Во второй партии На подаче Фиолковский Неплохая подача Кирилла Фиолковского Но все-таки По ширине Нет Все-таки Рафаэль Хабибуллин Даже проверить Это решил Нет Все-таки Передумал Не захотел Проверять Фиолковский Убедил Своего главного Тренера Что Пусть Чуть-чуть Но в ауте Этот мяч Оказался Ну и первый темп Сургутян Караулит Динамовцы Раджаб Во второй партии Хорош В первой партии Он тоже так Буксанул Очень серьезно 2 из 8 25 процентов Но это не цифры Для диагонального Несмотря на то Что В тяжелые условия Ставили Раджаба Ну вообще Статистика Это вещь Такая Вещь в себе И Например По количеству Эйсов Ну никогда Нельзя судить О Подаче Точно так же Как по количеству Удачных блокирований Нельзя судить О Удачных блоках Повторюсь Высший пилотаж Это когда Блокирующие Их смягчают Мяч И позволяют Своей команде Организовать Настоящую Контератаку Удобную А подачи Можно очень Серьезно Затруднять Когда Соперник В ту сторону Сетки Остается Без подачи Поэтому Все эти цифры Это Больше Так Для болельщиков Грубо говоря Раджаб 12 очко Своей команде Приносит Во второй партии Он действительно Хорош И отправляется На подачу Раджаб Шахман Берзаев Шкуляючис Тоже Своему Сургутскому Визави Что называется Вторит Сам же отправляется На подачу И Шкуляючис 12-12 Вот интереснейшая Борьба На самом деле В этой встрече Несмотря на то Что Динамовцы Уверенно Повторюсь Возглавляют Турнировую таблицу И абсолютно Ничего не помешает Им Стать победителями Регулярного чемпионата Действительно Динамовцы В этом сезоне Хороши Но тем не менее Бывали Матчи Когда Динамо Так с трудом Выцарапывала Вот эти вот победы Многочисленные Свои И Яркий тому Пример Это Игра в Нижневартовске Где в принципе Динамо вообще с поражением Оттуда должно было уезжать Но За счет удачи За счет везения За счет мастерства В том числе Таких исполнителей Как подлесных Который Быстрый мяч Снял Без каких-либо усилий И Предъявил он Тут мальчику Давай Мол Мяч Буду я подавать Как можно скорее На позитивных эмоциях Ярослав Подлесных Отправляется На подачу Ну неудачно сыграли Сургутяне В атаке Неудачная передача Неудачная атака Кирилла Костыленко Здесь он Вообще ничего не придумал Просто отправил мяч На сторону соперника И Динамо В контратаке Свою брейковый шанс Реализовала Без каких-либо проблем 14-13 На подаче Подлесных Вот ошибка Ошибка Ярослава Подлесных Еще становится 14-14 Егор Якутин Заменивший Черейского Во второй партии Отправляется На подачу Ну неплохая атака Семышева В четвертой зоне Во втором сете Как мы видим Задействует его Павел Панков Так достаточно дозировано Все-таки подустал Антон Семышев Повторюсь Он в приеме Трудится неустанно Сегодня Ну и в первой В первой партии Действительно Его цифры Очень сильно Ну достаточно Серьезно Хороши 5 из 9 56 процентов Один блок И Самый принимающий Игрок Был в составе Динамовцев 56 процентов Ну вполне себе Такие причины Приличные цифры 56 процентов Позитивного приема Пока при счете 15-15 Подает Евгений Рукавишников Ну все-таки Было касание Здесь Долгань Абсолютно Ничего не Оспаривает Через касание Добивается Успеха Динамо Хотя Тоже не самая Подготовленная Атака что ли Была Вот этот Пайп И Павел Панков На подаче 16-15 Впереди Москвичи Ну здесь Трос помогает Павлу Панкову Эйс организовать Рафаэль Хабибуллин Я так понимаю Заста будет Смотреть Для того Чтобы Паузу Определенную Взять Перед подачей Сильного На самом деле Подающего Что уж тут Говорить Ну Мяч Там Добрые Полтора года На самом деле После касания Соприкосновения С тросом Приземлялся И Вполне себе Был оставляем В игре Но не разобрались Архутяне Здесь И 17-15 Горит На табло Ну и конечно Такой счет И останется Это ист Павла Панкова Еще одна Филаковский 18-16 18-16 Впереди Динамо На подаче Семышев Без атаке Без атаке Остаются Сургутяне Ну и По расстановке Просто Не смогли Занять Свои места После таких Вот Бровновское движение Здесь Защите Было Сургутян 19-16 Вновь Ближе к концу Динамовцы Вырываются Вперед В этом втором сете И на ваших экранах Самодовольный Антон Семышев Под 18-м номером Получает От Ивана Чумака Указание Вести мяч В игру Один в один С Костыленко Отработал Шкуляючу По Месту Очень здорово 20-16 И близки Динамовцы К тому Чтобы вторую партию Забрать Тайм-аут Берет Рафаэль Хабибуллин Возвращаются команды на площадку 20-16 Ну многовато Конечно Вновь преимущество Такое серьезное Концовки Второй партии У Динамо Тут еще смягчают Раджаба И вновь Первым темпом Без проблем Решает этот вопрос Павел Панков Через Лихошерство 21-16 Очень серьезное Преимущество В концовке Второй партии У москвичей Ошибка Антона Семышева Но тем не менее Доигровщик Москвичей Здесь Сделал Поучаствовал Скажем так В преимуществе Своей команды Во втором сете 21-17 На подачу Довгань Здесь тройной блок Уткнулся конечно В этот блок Фиолковский Можно было Немножко потерпеть Попытаться отыграться Но Тем не менее Рискавал по максимуму Кирилл Фиолковский И Выходит Чез Как говорит Наш судья-информатор На самом деле Это Вячеслав Свинтицкий Это второй Связующий Игрок Волейбольного клуба Динамо Выходит на усиление Подачи Ну и вновь Динамовский блок Высоченный Никаких шансов Не оставляет Раджабо В этом игровом эпизоде Узкий был мяч Воле эпизода Хорошая подача Чеса Ну и на касание Сетки Берет Просмотр Рафаэль Хабибуллин 23.17 Пока горит на табло Во всяком случае А мяч Между прочим За Газпром Югрой Остается Да Было касание Сетки Как мы видим Ну и не спорят Особо Буквально в себя Я уверен Очень много Болельщиков По всей стране Особенно После нового года Коронавирусная тема Когда ушла Там понятно Что динамовцы Без проблем Разобрались С Газпром Югрой У себя Дома Когда Абсолютно Разобранная Была команда После вот этих Коронавирусных Повторюсь Историй Ну и Костеленко Еще один Брейковый мяч Тем не менее Зарабатывает 19-22 Приближающий Сургутяник В счете К динамовцам И на подаче Раджаб Три Брейковых очка Конечно Это многовато Это Огромное Подспорье Для того Чтобы динамо Повело Со счетом 2-0 Но тем не менее Сейчас Неудачная Подача Раджаба В корне Неудачная Я бы так сказал Делает счет 23-19 В пользу москвичей И Романо Шкулявичу На подаче У динамо Диагональные Гостей Ну и подлезных Это не первая Его такая ошибка Когда он Так Из 4 по 4 Скинуть Грубо говоря Пытался Но вновь Не совладал Здесь Со своей рукой Ярослав Подлезных Повторюсь Один из безусловных Кандидатов В Олимпийскую Сборную России Великолепный Доигровщик Москвичей 20-23 Костыленко На подаче Укорачивает Смотрим Смотрим Мы вспоминали О том И Сетбол Аплодисментов Согласитесь Сургутяне За этот Игровой эпизод Это было Великолепно На чистой Сетке Якутина Остался Благодаря Удачным действием Фиолковского И Рукавишникова Красиво Что уж тут Говорить Все Мышева Закрывает Здесь Рукавишников С Довганем И уже Рукавишников Здесь изображает Взлетающего Лебедя 23-24 Дело Запахло Керосином И Константин Брянский Берет Свой 30 секундный Тренерский Перерыв Благо Вариантов Вернее Скажем так Ситуации Чтобы он его взял На протяжении Этой партии Ну практически Не было Динамо Так уверенно Подошло Вновь К концовке Ну 23-24 Да Сетбол На подаче Егора Якутина У Сургутян Но тем не менее Вновь На тоненького Отрыв Мы смотрим За подачей Егора Якутина Ну естественно Здесь Видеопросмотр Будет брать Константин Брянский На предмет Попадания Меча В площадку После атаки Ильи Власова Но он Очень уверенно И сургутяне И линейный судья Олег Луховец Показали Что мяч был В ауте Но у нас Этболи Безусловно Такой видеопросмотр Обязан был взять Константин Брянский И Естественно Он Своим правом Этим воспользовался Да Мяч далеко В ауте 24-24 Егор Якутин И вот уже Газпром Югра Выравнивает шансы Во втором сете Против лидера Чемпионата России Напомню Ну и на самом деле Согласитесь Серьезное впечатление Производит Динамо Ну здесь Кирилл Фиолковский С атакой В четвертой зоне Не справился Блоком его закрыли Может быть В ущерб Скажем так Качеству Максимально пытался Убыстрить эту передачу Евгений Рукавишников И вот Белогорцев Белогорцев Отправляется На подачу Вместо Власова Еще один Центральный Кстати говоря Москвичей Ошибка Белогорцева Сравнивается Вновь счет 25-25 Но Брейковый шанс Был для того Чтобы сетбол Уже в свою очередь Заработать Для Газпром Югры На подаче Рукавишников Еще одно Смещение Семышева Семышев в атаке Не то чтобы Провален Но Во втором Сете Безусловно Он В атаке Нашли Что называется Блокирующие Антона Семышева Но это не Просматривается Констант Брянский Что он хотел посмотреть Хотел посмотреть Что Чанчиков Когда Пытался на себя Пуха накидать Ногой По мячу попал Это не тема Чемпиона Обладателя Кубка И лидера Чемпионата России На самом деле Не всякого сомнения 26-26 Сравнивает счет Романа Шкулявичус И на подаче Паша Панков Это Очень серьезная Такая Такая опция Для динамусов Чтобы И второй Сет Этой встречи Забрать Но согласитесь Хороша сегодня Газпром Югра Ну что Чтоб говорить Фиолковский Снимается Во второй зоне Там Вот здесь Встык Блока Удачно попал Кирилл Фиолковский 27-26 Впереди Газпром Югра Очень хороши Сегодня Сургутяне С именитым Соперником С мощной Такой командой Ну и Шкулявичус Тоже в четвертой зоне Здесь Выход из первой зоны Сыграли Динамовцы Грамотно 27-27 Антон Семышев Очень много Сегодня он усложнял Во второй партии Именно на его подачах Так динамовцы Вырвались вперед Смотрим за подачей Антона Семышева Раджап 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 решает 28-27 Впереди Газпром Югра Интереснейший матч Интереснейшее Противостояние И Великолепная Вторая партия В исполнении Обеих команд И Сургутяне Честим и хвала Огромное преимущество Нивелировали И на подаче Довганя Попытаются Выиграть У лидера Чемпионата России Второй сет И вот он Шанс через руки Решает этот шанс Кирилл Костыленко Да, через руки Константин Брянский Понятные его претензии Ссылались на то Что Ошибка была При исполнении Выполнении Второй передачи Раджапа Ну Вновь это посмотреть Никак нельзя Ну Вполне себе Такая рабочая Передача была Да Диагональные Отпасовывал В четвертую зону Костыленко Отпасовал Достаточно узко Но тем не менее Кирилл Костыленко По-моему Со своей атакой Справился И динамовцы В растрепанных Чувствах Что называется Сейчас по-моему На другую сторону Площадки Нет Не разглядели Не разглядели Здесь Касание Блока Поэтому Сравнивается Вновь счет 28-28 И Продолжение Интереснейшего Второго сета Нас с вами ждет На подаче Вадим Лихошерстов Ошибается Раджаб При атаке По линии Но тем не менее Еще одну паузу Решил Сделать Рафаэль Хабибуллин И Евгений Макшанов С Олегом Уваровым Отправляются Для того Чтобы этот видеоэпизод Просмотреть Касание сетки Даже смотрел Рафаэль Хабибуллин Ну Это пауза Причем Касание сетки Такая история Которая Не всегда видна Невооруженным глазом И Очень часто На самом деле Выигрываются Мечи На таких Видеопросмотрах Ну Эту Игру На стороне Соперника Фиксирует Чумак У Власова Не дотерпел Немножечко Илья Центральный Игрок Динамо 29-29 Ну и Объясняет Главный Арбитр Капитану Команды Павлу Панкову В чем был Неправ Илья Власов Видеопросмотр На это Не берется Ну вернее Не просматривается Скажем так Константин Брянский В недоумении Здесь Ну не удалось Аргутянам Оставить этот мяч В игре Но Евгений Рукавишников Очень долго Смотрел Вначале На судейский Столик А затем За летящим Мячом Что Должным Обработать Его не сумел 30-29 Впереди Москвичи На подаче Романа Скулявичус Ну и Желтую карточку Сейчас Желтой карточкой Удостоился Илья Власов За свое Эмоциональное Чересчур Поведение В оспаривании Предыдущего Розыгрыша Когда По мнению Судьи На чужой стороне Сыграл Илья 30-29 Цельболу Динамо Ну этот мяч На трибуну Отправляет Романа Шкуляюча С 30-30 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошие действия Красиво это все было Паша Панков Здесь исполнил Это все эффектно Но тем не менее Отметим и Сургутян Которые вновь Здесь с Ильей Власовым На блоке Очень здорово Отработали Но Павел Панков Этот эпизод Так на правах капитана Так элегантно Издевательски Грубо говоря В пользу своей команды Решил 31-30 Впереди Москвичи Ярослав Подлесных Выбивает с приема Кирилла Костыленко И У Динамо Контр-атака И в контр-атаке Власов решает Второй сет В пользу своего клуба 32-30 В тяжелейшей борьбе Но Динамо Забирает Таки Вторую партию 2-0 В пользу Москвичей По итогам Двух партий Мы с вами Немножко отвлечемся Посмотреть Самые интересные Фрагменты Второго сета ДИНАМИ 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 Продолжается перерыв После второй партии Матча 25-го тура Чемпионата России И заключительного матча 25-го тура В котором Газпром Югра В Сургуте Принимает Динамо Из города Москва Со счетом 2-0 Впереди Москвичи Но тем не менее В упорнейшей борьбе Проходили Две партии И несколько Сетболов Даже Нарисовали Сургутяне Во втором сете Но тем не менее Мастерство Москвичей Оказалось На чуть более Высоком уровне Что позволило им Вполне себе комфортно Подходить К третьему сету Смотрим За стартовыми Сочетаниями Безусловно Остался Неплохо Вошедший Игру Фиолковский В составе Сургутян Якутин В остальном Без изменений Ну и у Динамо Ну Грех Чтобы Что Что-либо На самом деле Менять Смотрим За Цифрами Семышева Семышев В 10 раз Принимал 60% Позитивного Приема Этот же процент У него Значится В графе Отличный прием Но тем не менее 4 из 9 Нашли В определенный момент Ключи К Антону Семышеву Сургутяне Ну и вот Как раз Удачная атака Антона Из 6 зоны Подключен Бывший Доигровщик Газпром Югры И ныне Один из Людей Которые ведут Динамо К успеху Антон Семышев На подаче Лихошорстов Ну здесь Висели уже буквально На Фиолковска Может быть Чуть похитрее Нужно было сыграть Кириллу Немножко потерпеть Чтобы дождаться Более комфортных условий Для Атаки Своей команды Но Тому предшествовал Неудачный прием Алексея Чанчикова На подаче Лихошерстов 2-0 Впереди Динамо Ошибка Центрального Москвичей На подаче И Долго не отправляется Сургутян 1-2 Вся борьба Повторюсь В этой встрече Еще впереди Хороший прием Подлесных Шкуляющих На быстром мяче Никаких проблем В атаке Не испытывает Сам уже отправляется На подачу Диагональный Москвичей При счете 3-1 В поле Своей команды Ну вот здесь Вот уже Такая подготовленная Атака была Поднял на себя Якутин Власова И Фиолковский На чистой сетке Здесь остался И без труда Свою атаку Из шестой зоны Реализовал 2-3 Раджаб На подаче Который Который повторюсь Продлил контракт С Иркутским клубом Поверх блока Ну здесь Рукавишников Переиграл Конечно Тут Подлесных По высоте Очень здорово Прошел Ярослав 4-2 И сам же Доигровщик Москвичей Вот на ваших Экранах Один из Олимпиоников Он будет Не всякого Сомнения И Чанчиков Обрасывает мяч На трибуны После подачи Подлесных Ну здесь Здорово сыграл На сетке Семышев И тайм-аут Рафаэля Хабибуллина Вполне себе Закономерный Тайм-аут Рафаэля Хабибуллина При счете 6-2 В пользу Динамовцев И Рафаэль Хабибуллин На детальную беседу Либера Неудачно Играющего Сегодня Либера Алексея Чанчикова На детальную беседу Приглашает Вот на ваших Экранах Слушаем тренер России Рафаэль Хабибуллин И Либера Газпром Югры Алексей Чанчиков Рафаэль Хабибуллин Ну еще и блоком здесь Динамовцы Здорово отработали 7-2 Серьезнейшее преимущество Динамовцев В третьем сете Но Не такое преимущество Отыгрывали сургутяне Мы помним Две предыдущие партии Когда Ближе к концовке Вырывались Москвичи В отрыв А для дебюта Партии 7-2 Минус 5 Конечно многовато Но тем не менее Вполне себе Такое Рабочее Отставание Но для начала Нужно с этой Сумасшедшей подачи Ярослава Подлесных Сняться Ошибается Антон Семышев Предлагает он Константину Брянскому Посмотреть На предмет Касания Блокирующих Гороков Ну понятно Сегодня Сверх желание Антона Семышева Проявить себя Перед болельщиками Перед командой Которая дала ему Дорогу В большой волейбол Где он встал В команде Суперлиги Ну и Конечно Антону мы Пожелаем Всего самого доброго Самого наилучшего Чтобы он Прогрессировал И Был не Семышевым А как минимум Кволиком Восемь-два Было касание Блока И сургутяне Этот факт Совершенно Не оспаривают И на подаче Остается Ярослав Подлесных Ну какая же Подача полетела Да Мама дорогая Как говорил Безвременно ушедший К сожалению К огромному Многие меня спрашивают О том Кто-то Любимый комментатор Я говорю Что Ну Юрий Розанов Несмотря на то Что Болел он ЦСКА Тем не менее Великолепный Специалист Великолепный комментатор Мастер Художественного образа С ним Наверное Не сравнится Совершенно Никто И Владимир Никитич Маслаченко Который не так давно Отметил бы Своё Свою Юбилей 85 лет Со дня рождения Этого Еще одного мастера Комментаторского Цеха Исполнилось бы Но Как Прочитал я недавно В интервью Одного нашего Народного комментатора Народный комментатор Сказал что Ошибка региональных Комментаторов В том что Они Слишком уж Болеют за За своих За свою команду За своих парней Но на самом деле Я хочу вступиться В данной ситуации За Как раз Региональных Комментаторов Потому что То что делают Они Это идет От души И сердца А Симпатия Вот этого Народного Комментатора Нашего Они Очень быстро Меняются В зависимости от того Кто ему платит деньги Но вернемся К нашей игре 9-4 В пользу Динамо Хорошее Такое преимущество В третьем сете На подаче Якутина Вот неплохую Силовую подачу Егор Якутина Предложил Москвичам Контратака У Сургутяна И здорово Кирилл Фиолковский Отыгрывается От блока 5-9 И остается На подаче Егор Якутин 10-5 На подаче Чепанков Ошибается и он 6-10 Рукавишников Пошел И неприятная Расстановка У динамовцев Вновь Выход из первой зоны Не всегда получается Сегодня у москвичей И конечно здесь Если отведенный мяч Нужно к Семушу Наверное бежать Да нет Здесь Лихошерстов Вполне себе Мог быть задействован Доводка идеальная Поэтому Семуша В комфортных условиях Остался Даже такой Быстрый узкий мяч Он снял От блока Вообще Без каких-либо проблем Мы видим Что Довгань Лихошерстов До последнего Караулил И в принципе По-игротски Все правильно Делал 11-6 Ну и здесь Довгань На себя Двух Своих Соперников Поднял И Раджаб На чистой сетке Эффектнейшим Образом Эту ситуацию Решил В пользу Газпроми Угры 7-11 На подачи Фиолковский Это ошибка Это ошибка Подлесных Он признает ее И извиняется Перед партнерами А8-11 На подачи Кирилл Фиолковский И Повторюсь Борьба Что в этой партии Что во встрече Еще не закончилась Несмотря на Статус соперника Несмотря на то Что Действительно Посильнее Одинамовцы Но за счет Характера За счет Своего желания Сургутяне Сегодня уже Продемонстрировали Что могут Они играть И с такими Грозными Соперниками И тому свидетельство Было Предыдущий Тур В Кемерово С трудом На самом деле Кузбасс Избежал Неприятностей Для себя Там Проигрывая 0-2 Потом Сургутяне Здорово Две партии Забрали Перевели Все на Тейбрейк И Кузбасс Это на самом деле Основной соперник Динамовцев В борьбе За первую строчку В турнирной таблице Но повторюсь У Динамо И календарь И их турнирное положение Вольготно Позволяют себя чувствовать И в принципе Все вопросы Сегодня Могут они решить Но Решат ли Пока 9-12 И на подаче Артем Довгань Сургутян Ошибка Панков В отличие от меня Это кандидат В олимпийскую сборную России Поэтому Разберется Он Сам Пока 10-12 И на подаче Артем Довгань Остается Роджа Подыгрывается От блока 11-12 Но мы видим Что Белогорцев Появился И в составе Сейчас стоит У москвичей Прошу прощения Я вот этот момент Как-то С своими философскими Рассуждениями Немножечко Пропустил И преимущество Динамо Растаяло 11-12 Всего лишь Один брейковый Мяч остался Сургутянам Для того Чтобы Гостей В третьей партии Настичь Ну хорошая Доводка Быстрый мяч Здорово Во вторую зону И здесь В комфортных условиях На одном блоке Якутин Никак не успевал Естественно Но Шкуляючис Отправил От мяча Мы видим Что Раз за разом Павел Панков Перед подачей Задействует Своих нападающих Раджаб Раджаб работает Ураджаба 10 очков Это самый результативный Игрок В составе Обеих команд Во второй партии 67 процентов 10 из 15 Это Вполне себе Такие Гроссмерсерские Цифры Что называется Для Диагонального Игрока Очередная скидка Павла Панкова Не стесняется Павел Панков Брать на себя Вот в таких эпизодах И Раз за разом Оказывается Победителем 14-12 Впереди его команда На подаче Ярослав Подлесных Не ошибка Не ошибка Доигровщика Сборной России Ярослава Подлесных 13-14 Кирилл Костыленко У Соргутяна Подача Ну это с касанием Да С касанием Зря здесь конечно Поднимались Соргутяне Никакой на самом деле Атакой не пахло В этом игровом эпизоде Здесь просто ошибка Блокирующих игроков Соргутской команды Переборщили Они С этим блоком Романа Сошкулявичцу Увидел Романа С руки И тут же По этим рукам Свою атаку Отработал Семышев признает Свою ошибку В виде касания Сетки 14-15 Егор Якутин На подачу Соргутян Продолжается борьба У нас С третьим сетем Ну и первый темп Так разработал Что называется Что уж тут говорить Павел Панков Эффектно атаку С 4-4 Перевел Антон Семышев И Укоризненно Так посмотрел На главного тренера Соргутян Рафаэля Хабибулина Повторюсь Несмотря ни на что Ни на какие события Это Антон Семышев Сейчас так смотрит На людей Которые дали ему Дорогу в большой волейбол Где он встал В суперлиге Он сейчас так смотрит Ребята Что вы там хотели Хотя Очень много Обратных примеров Тот же самый Там Александр Буцалюк Который Отношусь С огромным уважением Ну таких Эпизодов На самом деле Много Когда из Сургута уходили люди И с огромным уважением На самом деле С огромной любовью К Сургуту Они пропитывались Во времена Своего бытия Что называется Здесь Но Поведение Антона Семышева Сегодня Волейбольное Очень хорошее А вот его Вот эти Причуды Пусть останутся На его совести Пока Павел Панков Очередную силовую Подает Но это далеко Ваут 15-17 Газпром Югра В игре На подаче Рукавишников Антон Семышев Здорово Отыгрывается От блока 18-15 Впереди Динамо И сам же Антон Отправляется На подачу Вновь мы видим Здесь Павел Панков Раз за разом Задействует Нападающих Которым Отправляться На подачу Что называется Далеко ваут Посылает Мяч Антон Семышев 16-18 И на подаче Кирилл Фиолковский Сургутян Ну подлесых Сегодня хорош Смотрим За его цифрами По итогам Второй партии Ну не самые Выдающиеся Цифры Может быть В атаке 3 из 7 43 процента Но тем не менее С приемом Справляется Здорово Сегодня Ярослав И вообще В принципе Такой вполне себе Рабочий Трудовой матч Проводит На игровчик Динамо Свой Планер Или как Геннадий Сергеевич Говорит Флот Посылает ваут Вадим Лихошерстов 18-19 Артем Довгань На подаче Ну Ярослав Подлесных Вновь в четвертой зоне Очень удачно Отыгрывается От рук Блокирующих Игроков Вроде Двойным блоком Пришлись Туда Сургутяне Но тем не менее Выкрусил Что называется Этот мяч Ярослав Подлесных 20-17 Впереди Динамо И здесь еще Белогорцев Якутина В центре сетки Отловил 21-17 И вновь Такое комфортное Преимущество В концовке Таймаут Рафаэля Хабибулина Безусловно И вновь Рафаэль Толгатович На единальную беседу На этот раз Приглашает Евгения Рукавишникова Ну понятно Что шансы На плей-офф Упустили Сургутяне Вот в этой Январской серии Когда буквально Там три своих Матча отдали Два из них Нижнему Новгороду И один Оренбургу Ну Задел Что называется На будущее Задел На следующий сезон Вполне себе Могут Сургутяне Сделать Вот эта команда Повторюсь Которая Ну Очень много На самом деле Симпатий Вызывает Как раз Вот эти молодые Парни Которые Которые голодные До побед И которые Хотят себя Проявить Каким в свое время Был Роман Скуляюч Кстати говоря Здесь плюс-плюсом Доводит Егор Якути Но тут же Евгений Рукавишников Утыкает Своего Центрального В блок Белогородцева Вновь 22-17 Здесь уже на удачу Работал Максим Белогородцев И Удача любит Сильных Что называется Динамо Сегодня сильнее Что уж подговорить Мастерство Москвичей Не позволяет Сургутянам Сегодня за что-то Побороться Но вот как раз Максим Белогородцев Ответочку получает Костеленко Якутин И вот по-моему Как раз Костеленко Эту ситуацию Прочитал И именно В его руки Угодил этот мяч После атаки Максима Белогородца 18-22 На подаче Раджа Ошибка Раджаба 23-18 В пользу Динамо Ну если это Не белый флаг То Пока на подачу Подлесных Против Лидера И Ну Вне всякого Сомнения Эта команда Динамо Москва Займет первое место В тренерной таблице По итогам Регурального чемпионата Даже если бы они Сегодня 0-3 Отсюда увезли В виде поражения Своё безусловно Они бы взяли В любом случае Шкуляевич Хорош Хорошо он заменил Сегодня Цвета на Соколова Ну и интереснейший Финал Шести Конечно ожидает Нас с вами И Плей-аут Который Будет В котором будет Принимать участие Волейбольный клуб Газпром Югра Несмотря на то Что турнирных Турнирного значения Этот Эта ситуация Никакого не имеет Тем не менее Интересно будет Посмотреть На то как Газпром Югра Будет выглядеть Со своими Прямыми конкурентами Когда то За попадание В плей-офф Ну а пока 20-24 На подаче Якутина Ну и эффектные Атакой Здесь Очень здорово Из-под первого Темпа Так Выбежал Семышев Издевательски Заканчивает Заканчивают Москвичи Эту встречу 3-0 В пользу Динамо Ну Сделала Наверное Газпром Югра Сегодня Все что могли Сургутские парни Я вам предлагаю Не отчаиваться Смотреть вперед С оптимизмом Команда Костяк команды Сохранится Это вам открою Большой секрет Костяк команды Сохраняется На следующий сезон Поэтому Всего вам доброго И до будущих Повед Друзья Болейте За Сургут Костяк команды 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok